Это был 93-й год прошлого века, время, когда в стране была разруха, и очень многие группы прекратили свое существование, и многие уехали за границу, там, пытать счастье. Мы были патриотами, наверное, своей группы, своего стиля, своей страны, поэтому решили остаться здесь, а поскольку были проблемы тогда с репетиционными базами, мы и со студиями, все было очень дорого, мы решили построить свою. В этом клубе нас приютили, и я считаю, очень повезло, мы здесь живем уже больше 20 лет, сделали ремонт в этих помещениях, привезли оборудование, у немцев купили студию в рассрочку, где-то года два выплачивали за нее. Ну, потом, конечно, оборудование все поменялось. Ничего не бывает временного, нам казалось, что это может быть ненадолго, пока 90-е годы, но оказалось, что это ненадолго и даже, наверное, навсегда, для нас, по крайней мере. В чем был смысл студии? В то время, когда не было концертов в 90-х годах, вот в середине, в начале 90-х, и у нас там был один концерт в месяц, там, за 500 долларов на всех, например, у нас была база, бесплатная практически, где мы могли репетировать. Ощущение человека, который хоть и не получает денег за свою работу, но он ходит на репетиции, он работает над альбомом, он все равно дисциплинирует коллектив, а оказаться на улице и репетировать на кухне или в подвале, это означало крах, то есть у тебя была группа, у тебя была студия, были стадионы, и вдруг ты стал никому не нужен, за концерт тебе не платят, репетировать тебе негде, и народ разбредается. Кто начинает водкой торговать, кто уезжает в Америку на бензоколонке работать, мне очень бы не хотелось, чтобы у нас была такая судьба, поэтому вот нам повезло, что нашлись люди, которые помогли с клубом, со студией, и несколько лет мы здесь просуществовали. Потом мы выпустили альбом «Ночь, короче, дня», и с этого момента, можно сказать, начался второй этап развития группы, то есть в 95-й год уже в стране экономическая ситуация улучшилась, появились деньги, то есть возможность сыграть концерты, стабильный курс доллара, ну и дальше все уже просто. Если ты работаешь, если ты талантлив и востребован, то у тебя есть шансы. Ну вот эти вот пять лет, с 91-го по 95-96, мы пережили вот в этой студии, бесплатно, но с энтузиазмом. Мы сначала, когда планировали, что будет у нас еще лейбл, записывающая компания, это, как правило, мечты людей, которые никогда не занимались бизнесом. Подумали, раз у нас будет база и студия, значит, надо, но реальность оказалась такова, что это только студия и репетиционная база.